Музыка Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ваших экранах новый выпуск передачи «Школа безопасности». Я ее ведущий Степан Кришановский. Не ковидом, единым ковырен окружающий мир. Ведь опасность поджидает нас на каждом кусте, деревце, травинке. Речь в этом выпуске пойдет о клещевом энцефалите, о смертельно опасном заболевании. Подробнее о нем расскажет наш эксперт, врач-эпидемиолог Лариса Беляева. Клещевой энцефалит – что это? Клещевой энцефалит – это вирусное заболевание. Из названия понятно, что поражает оно нервную ткань, чаще всего головной мозг. Вызывает энцефалит, различные другие осложнения. Заболевание протекает довольно-таки тяжело. Для его лечения используется большое количество препаратов, в том числе и моноглобулин. В прошлом году у нас случаев заболевания не было зарегистрировано. Все благодаря тому, что население было все-таки разобщено, у нас проводились и проводятся карантинные мероприятия. Активность клещей была очень низкая, всего лишь 300 присасываний за весь эпидсезон. Поэтому случаев заболевания зарегистрировано не было. Отсутствие заболевания клещевым энцефалитом способствует то, что на нашей территории все-таки довольно высок процент привитости против клещевого энцефалита. Главным образом детей. И он составляет от 34 до 38%. То есть охват прививками у нас довольно-таки высокий. Ну и, конечно же, заболевание клещевым энцефалитом лечится только в стационаре. В амбулаторных условиях оно не лечится. И основные симптомы, которые самые первые возникают при данном заболевании, это в течение трех недель может возникнуть головная боль. Боль в глазных яблоках. То есть человек не может смотреть на яркий свет. Возникает ригидность затылочных мышц. То есть такие менингиальные симптомы возникают. С незамеченным это не проходит. Повышается температура до 38-38,5 градусов. В результате за этим каждому человеку, который отметил присасывание клеща, необходимо обращать внимание. То есть в течение трех недель после укуса, независимо от того, введен он на глобулин или нет, необходимо измерять температуру, следить за состоянием своего здоровья. И при малейших симптомах повышения температуры, головная боль, обращаться в лечебное учреждение. Как протекает эта болезнь? Протекает она тяжело. Часто очень вызывает осложнения. То есть вполне может развиться слабое умение у ранее здоровых лиц. Ну и различные головные боли, которые будут сопровождать человека в течение всей его жизни. Страдает память, страдает мозговая функция. То есть клещевой энцефалит очень опасен в плане умственной деятельности. То есть человек может очень легко выйти на инвалидность, стать инвалидом. Поэтому данное заболевание считается тяжелым. Но тем не менее, прививки против клещевого энцефалита очень эффективны. И за всю историю наблюдения, в частности нашего, в Великоуческом районе, не было зарегистрировано ни одного случая заболевания клещевым энцефалитом у привитых лиц. Поэтому прививки защищают от клещевого энцефалита довольно-таки надежно и эффективно. А наша территория считается эндемичной, неблагополучной по заболеваемости клещевым энцефалитом. Какова эпид-обстановка по клещевому энцефалиту в этом году? С апреля месяца на территории нашего района начали регистрироваться и в случае присасывания клещей. Активность клещей в этом сезоне несколько выше, чем в прошлые годы. Если в 2019-2020 году мы регистрировали на конец апреля 10-11 случаев присасывания, то в текущем году зарегистрировано уже более 30. В городе зарегистрировано 11 и в районе 20 случаев присасывания. Какова эффективность прививания от клещевого энцефалита? Первые две делаются с интервалом от 1 до 7 месяцев. Можно делать их в весеннее время и в течение всего года. Единственное, что желательно после прививки не посещать эпид-очеки в течение двух недель. И через год делаем ревакцинацию. Далее человек становится защищенным на 3 года от клещевого энцефалита. В случае, если клещ укусил непривитого человека, какие должны быть наши действия? Ну, в первую очередь, конечно, если нет опыта, то нужно клеща не удалять. А обратиться в ближайшее лечебное учреждение для того, чтобы клеща удалили медицинские работники. Для чего это необходимо? В первую очередь, для того, чтобы провести исследование клеща на инфицированность клещевым энцефалитом. В нашей лаборатории, в иммунологической, данное исследование проводится. Исследование клещей, снятых детей, проводится бесплатно. У взрослых стоимость 600 рублей. То есть за 600 рублей можно узнать, инфицирован клещ или нет. Для чего это необходимо? В первую очередь, для того, чтобы принять решение, вводить иммуноглобулин или нет, назначать какое-то профилактическое лечение другое или нет. Медицинские работники снимут аккуратно клеща, упакуют его и отправят в лабораторию. В течение суток будет известен ответ, о том, заразен клещ или нет. И человеку будет сообщено по телефону результаты, которые он потом может получить в поликлинике, либо в амбулатории по месту жительства. Только за прошлый год в Великогосевском районе энцефалитом переболели трое стюжан. Все непривитые, к счастью, обошлось без летальных исходов и все выздоровели. К сожалению, не каждый год такой благополучный. В этом выпуске мы поговорили о самой болезни. В предыдущем мы более подробно рассказывали о защите от опасного насекомого. Настоятельно рекомендуем пересмотреть для полноты картины. С вами была Школа безопасности. До встречи через неделю. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова